Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Между зданиями Скифа на электросамокате в Новосибирске представили полноценную информационную модель кольцевого источника фотонов и прилегающей инфраструктуры. Осталось построить. Вторая партия вакцины и дополнительные полтора миллиарда на борьбу с пандемией. На что пойдут федеральные деньги и где поставить прививку? Зловонные реки, пахучие берега. Почему рядом с исправительной колонией номер два регулярно образуется озеро нечистот? Сегодня на итоговой коллегии Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области презентовали БИМ-модель уникальной научной установки класса Мегасайенс – Центра коллективного пользования Сибирский кольцевой источник фотонов. Каким будет флагманский проект программы «Академгородок 2.0» одним из первых увидел мой коллега Андрей Баев. На экране уже утвержденный архитектурный облик будущего комплекса Сибирского кольцевого источника фотонов. Это и называется БИМ-модель Скифа. По сути, это ресурс для всех, кто задействован в создании комплекса. Архитекторы, специалисты по ландшафту, инженеры, строители и ученые могут вносить изменения в модель онлайн. Вплоть до самых мелких деталей. БИМ-модель включает абсолютно генплан, площадочные сети, все здания сооружения, инженерные сети, системы пожаротушения, кабельнесущие системы, водоснабжение, водоотведение. На данном этапе, при этом это стадия П, где многое разрабатывается традиционно только в схемах, СПТИ возвел в формате модель. Губернатор Андрей Травников высоко оценил информационную модель объекта строительства. Теперь дело за утверждением сметной документации и можно приступать к возведению. Это уже не какой-то презентационный ролик, как раньше делали. Это, по сути дела, уже проект, с которым могут работать строители. Несмотря на пандемию, за прошлый год в научной жизни региона было немало открытий. В области начала работать 51 новая молодежная научная лаборатория. На базе НГУ создан математический центр. Заработал Центр геномных исследований мирового уровня. Мы делали и будем делать все, чтобы этот статус, статус научной столицы крепился. Я хочу всех поздравить с наступающим праздником, с Днем Российской науки. Я хочу всех поздравить с наступившим годом науки и технологий в Российской Федерации и в Новосибирской области. Пожелать новых достижений, успехов и новых поводов для гордости за наших исследователей и инноваторов. Всестороннюю поддержку всех значимых проектов наших ученых в год науки и технологий пообещал и спикер регионального ЗАГС Собрания. Как человек сельский, Валентин Николаевич, я все-таки хочу, чтобы за всеми огромными проектами не забыли про нашу агрономическую сельхознауку, чтобы наш Восхнил также имел булую славу, как в Советском Союзе. Уважаемые друзья, я хочу от всех депутатов Законодательного Собрания поздравить вас с Днем науки, пожелать дальнейших успехов и заверить в том, что и депутаты Законодательного Собрания готовы полностью поддерживать все проекты губернатора, ученых и все, что необходимо, мы обязательно будем делать. С Днем науки! Памятные даты из жизни известных научных деятелей, например, юбилеи со дня рождения Ломоносова и Коптюга, 60-летие первого полета человека в космос – это лишь малая часть запланированных мероприятий на год науки и технологий. Напомним, предстоящий международный форум «Технопром» также пройдет под эгидой научного прорывного развития. Андрей Баев, Константин Менин, Новости ОТС. Новосибирская область получит дополнительные полтора миллиарда рублей с федерального бюджета на борьбу с пандемией коронавируса. Средства поступят в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Напомню, в декабре прошлого года на эти цели региону выделили 60 миллионов рублей, а всего на борьбу с пандемией в 2020 году наша область получила 5 миллиардов федеральных денег. Тем временем в регионе начали прививать вторым компонентом вакцины от коронавируса. Его ставят тем, у кого с момента первой прививки прошло три недели. В первую очередь это врачи, учителя и люди других профессий, тесно взаимодействующие с населением. Станислав Блинов побывал в госпитале ветеранов войн номер 3, где развернули один из прививочных пунктов. У меня в руках флакончик со вторым компонентом прививки от коронавируса, тот самый «Спутник Ви». Флакончик емкостью 3 миллилитра, его хватает на 5 доз. На этикетке серия и номер, которые потом обязательно заносят в регистр. Первая партия второго компонента пришла в госпиталь ветеранов войн номер 3 вчера вечером. Сегодня с утра до 13 часов успели поставить 20 прививок, не считая тех, кому вакцину от коронавируса ставят впервые. С начала массовой вакцинации каждый день принимают по 100-150 человек. Люди очень активно записываются через госуслуги и, естественно, там ведут дневники. Каждый раз, как только вакцинируют их, они информируются врачом обязательно. Может быть, сейчас даже слышали. Врач говорит, обязательно вести дневник на госуслугах. В электронном виде хранится и вся информация о вакцине, наименовании, номер партии, дозе и дата прививки. Перед получением второго компонента уже не требуется проходить анкетирование и подробный осмотр. Обязательными остаются замеры температуры, давления и уровня кислорода в крови. Татьяна Баженко работает медсестрой в НИИТО уже больше 10 лет. Вакцину от коронавируса решила поставить добровольно. Все три недели, прошедшие с момента первой прививки, наблюдала за здоровьем. Вакцин от коронавируса поступает в регион партиями. Это связано с условиями производства и хранения лекарства. На сегодняшний день в области развернуто 65 пунктов вакцинации. 29 в Новосибирске и 36 в районах. Станислав Блинов, Алексей Зубила, Новости ОТС. Сегодня специалисты регионального Минтранса оценили, как новосибирцы соблюдают масочный режим в автобусах и маршрутках. Вместе с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора они провели проверки в 10 разных точках мегаполиса. По статистике, процент нарушителей масочного режима в общественном транспорте сегодня уже незначительный. За эту неделю в ходе рейдов не выпустили ни одного протокола. Ограничились разъяснительными беседами. В настоящее время ситуация с соблюдением масочного режима в общественном пассажирском транспорте на протяжении длительного времени имеет положительную тенденцию. В связи с чем Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области хочет выразить благодарность жителям Новосибирской и Новосибирской области за тот осознанный подход к соблюдению санитарных норм и правил в общественном пассажирском транспорте. Пора домой. Сегодня из областного перинатального центра выписали первых младенцев. Мальчика Мишу и девочку Арину. За неделю в региональном роддоме появились на свет 38 детей. Среди них две пары двойняшек. Екатерина Стывко побывала на выписке. Арина зовут. Арина Александровна. Похоже на папу. Брови папины, носик мамин. Малышка появилась на свет в перинатальном центре во вторник рано утром. Рост 51 сантиметр, вес почти 4 килограмма. Анжелика Стоцкая рассказывает, с мужем мечтали о дочке. Девочка родилась здоровой и уже показывает характер. Рапризничает много очень. На своем стоит постоянно. Если не подойдешь вовремя, все, она истерику устраивает сразу. Анжелика и ее дочка сегодня поедут домой. Мама собирает вещи, оформляет документы. Вместе с семьей Стоцких выписывают Екатерину Сизикову. Она родила сына тоже 2 февраля. Мы дождались, доходили. И как я планировала первоначально родить в областной больнице, так и получилось. Врачи тоже очень внимательные были. Бригада вся прям стояла надо мной и тряслись, как над маленьким ребенком. За время работы перинатального центра здесь появились на свет уже 38 детей. Выписывают пока двоих. За остальными малышами и их мамами еще наблюдают медики. Все-таки роддом третьего уровня. Сюда поступают в основном сложные пациенты. Первую неделю работы – полет нормальный, говорят врачи. Чтобы получить какой-то результат, нужно несколько составляющих. Это материально-техническая база, это само здание, это то оборудование, которое ожидало тех технологий, которые мы применили к нашим женщинам. Здесь абсолютно все без сбоя. На первом этаже собрались члены семей с букетами цветов, подарками, шариками, на лицах волнения и улыбки. Маленькую Арину сейчас готовят к выписке. Пеленают, будут наряжать в красивый конверт. Буквально через несколько минут девочка впервые встретится с папой, бабушками, дедушками. Семья сейчас ждет вот за этой дверью. Как только выносят малышей, родственники не могут сдержать эмоций. Плачут, снимают процесс на телефон для истории. Каждый хочет подержать на руках новых членов семьи. Но право сделать это первым достается отцам. У меня нету слов просто. Я не могу ничего сказать, ничего передать не могу. Это просто каждый мужчина должен подержать свою дочь, сына, своего ребенка на руках. Поздравляют с пополнением первые лица областной больницы. Говорят, ждут в гости еще. Ведь, например, маленькая Арине может быть скучно без братика или сестрички. Тем более, что молодой отец мечтает о большой семье. Екатерина Стывко, Александр Миняйло. Новости ОТС. Привет из-за колючей проволоки. Из канализационного коллектора и исправительной колонии номер 2 разлились точные воды. В редакцию нашей телекомпании обратились недовольные арендаторы прилегающих помещений. Подробности в сюжете Дмитрия Антипова. Водонасосная станция. Возле нее уже замерзло целое озерцо. А рядом следы осенизаторских машин. Сотрудник ВСИН сторожит осужденного, который при виде телекамеры сразу же ныряет в люк. Рядом от другого колодца тянется еще один ледяной ручей. Кроме того, работники местных предприятий говорят, еще пару дней назад осенизаторы сливали содержимое машин прямо возле дороги. Запах до сих пор стоит соответствующий. Происходит прорыв канализации. И все вот эти канализационные воды, они выливаются наружу. Текут по дороге целой рекой. Вытекают на дорогу. Все машины это все разносят. И полная антисанитария. Происходит это сейчас пока зима. С периодичностью там раз, два, три месяца. Сейчас снежком припорошило вроде не видно. Но когда это все льется, это просто кошмар. Люди, которым приходится работать в этих условиях, считают, что разлив происходит из коллектора исправительной колонии номер два, которая находится рядом. Мы обратились с запросом в Федеральную службу исполнения наказаний. И вот какой ответ получили. В результате аварии на консульционно-насосной станции произошел разлив сточных вод. Сотрудниками учреждения приняты все необходимые меры по устранению аварийной ситуации. Кроме этого, проведены профилактические работы по очистке канализации. Насколько эффективными оказались профилактические работы, покажет только время. Однако собственники помещений близ проблемного объекта говорят, что подобные разливы канализационных стоков происходят здесь уже не один год. Дмитрий Антипов, Антон Мамаев. Новости ОТС. «Пилити, Миша, пилити» – выставка с таким названием открылась в Новосибирском художественном музее. В экспозиции – афиши, инсталляция и авторские плакаты, сделанные мастером иронической графики Михаилом Паршиковым. В зале музея посетителей встречает большая красная пила и Эйнштейн с лопатой. Подробности в сюжете Алексея Кудинова. Михаил Паршиков, пожалуй, самый жизнерадостный представитель новосибирского художественного мира. Его выставки, как правило, вызывают улыбку. Ведь даже серьезные смыслы автор упаковывает в такую ироничную форму, что, кажется, он шутит, играет со зрителями, жонглирует знаками и художественными приемами, подшучивает над коллегами по цеху, да и над самим собой. Смотришь сам на себя, годов уже много, ты уже сложился как художник. Ну, я немножко так дуркую для себя по-хорошему, я люблю рисовать разное. Вот, допустим, на выставку «Красный проспект номер 4» я подал три реалистических пейзажа с рекой Оби, наши любимые. Последняя вещь – это вон те животные на дорогах, мною горячо любимые, потому что с ними уже связана какая-то история. Супруга, в частности, мне сказала, ты вечно коверкаешь в великий русский язык, какой тебе козел, какая тебе корова. Не пойду к тебе на выставку. Я говорю, ну не приходи ко мне на выставку. На выставке представлены как сделанные в начале 90-х, так и современные работы. В центре зала инсталляция – огромная красная пила. Графики немного, зато представлены плакаты социальной тематики и авторские, а также афиши к выставкам разных лет. Жанры, которые сегодня в выставочных залах встретишь нечасто. У меня иногда возникает такое ощущение, что все изобразительное искусство уже мамонт вымирающий. Плакат, рукодельный плакат – это, конечно, интересно. В Советском Союзе это отдельная тема, отдельные творческие выставки, отдельные творческие группы. Сейчас это как-то немножко поутихло, подвяло, но я думаю, что все-таки интерес не будет угасать. Это вот то же самое, что про живопись. Живопись убить нельзя, она сама кого хочешь убьет. Вот и плакаты тоже самые. Экспозиция приурочена к круглой дате – полувековому юбилею первой выставки Михаила Паршикова. Событие не самое пафосное. Та выставка работала в отделе комплексного проектирования специального художественно-конструкторского бюро. Михаил рассказывает, что его работы располагались на небольшой загородочке на внешней стороне гардероба. С тех пор работы Паршикова показывали в разных странах мира. Они хранятся в музеях Токио, Барселона, Москвы и даже Биробиджана. И автор продолжает улыбаться и дурковать дальше. Алексей Кудинов, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Сегодня вечером Сибирь постарается в третий раз в сезоне обыграть казахстанский Барыс. Несмотря на то, что всерьез говорить о конкуренции в таблице между клубами практически невозможно, у этого поединка все же есть своя интрига. Александр Шурудила готов рассказать подробнее. Саша, добрый вечер. Чем удивит состав Сибири на этот раз и чего ждем от предстоящего поединка? Да, Иван, добрый вечер. Ну, начну с новостей из раздевалки. Здесь у Сибири снова трое хоккеистов-сибирских снайперов с заявки на сегодняшний матч. Владислав Щербаков, наверное, будет сегодня резервным вратарем. Ну, а в поле вновь мы увидим Илью Пастухова и Дмитрия Овчинникова. Посмотрим, в каком звене выйдет он сегодня. Сегодня возвращаются на лед Харри Сеатери и Юса Пустинин. А вот Микаэля Роохома в заявке сегодня нет. Соответственно, интересно, кто займет его место в центре первого звена. В остальном, ну, знакомые фамилии в заявке у Сибири. Что касается непосредственно предстоящего противостояния с Борисом, стоит отметить, что в этом сезоне дважды уже команды встречались. Один раз здесь в Новосибирске и один раз в Нурсултане. Сибирь в обеих встречах одержала победу со счетом 3-1. То есть, если была бы действительно настоящая конкуренция за место в восьмерке, а не вот эти 12 очков отставания для Сибири, можно было бы говорить, что прямого конкурента новосибирцы вот так дважды обыграли. Но сейчас это не имеет, наверное, большого уже турнирного значения. Тем не менее, Сибирь может повлиять на непосредственно положение Бориса в концовке чемпионата. Дело в том, что казахстанский клуб борется за распределение мест с пятого по восьмое. И, безусловно, не хотят они занимать восьмое место для того, чтобы не попадать на лидера конференции Акбарс в первом раунде. Так что Борис здесь сражается за это. Ну и плюс казахстанскому клубу необходимо прерывать неудачную череду матчей. Так получилось, что из последних пяти встреч только одна победа у Бориса над нефтехимиком на своей площадке была она одержана. И еще одну очко зацепили казахстанцы в поединке с Салаватом Юлаевым, уступив в овертайме. Но вот этот выезд тоже начали неудачно. Уступили 1-3 в Магнитогорске в Металургу. Сибирь тоже есть что доказывать своим болельщикам. Тем более на своих домашних трибунах. Два поражения в Хабаровске от Амура. Оба с одинаковым счетом 1-3. Причем, несмотря на то, что Сибирь в обеих встречах практически в два раза соперника перебросала. За эти поражения, безусловно, Сибирь должна своеобразным образом отыграться сегодня. И доказать болельщикам, что все-таки концовку чемпионата команда проводит с хорошей мотивацией. Тем более, что, во-первых, ну понятно, здесь вопрос психологии, что любая команда не хочет проигрывать. Во-вторых, все-таки никто не хочет опускаться еще ниже девятой строчки. Опускаться на десятое место от Амура. Всего 4 очка Сибирь отделяет. И у Хабаровской команды еще есть один матч в запасе. Так что здесь Сибирь свою борьбу тоже еще не закончила. Посмотрим, как сложится сегодняшний матч. Всех призываю оставаться на телеканале ОТС и болеть за наших. Напомню, что прямая трансляция уже в 19 часов 10 минут. Иван. Да, спасибо, Саш. Болеем за Сибирь. На этом у меня все. Выпуски новостей ОТС смотрите также на нашем YouTube-канале. Адрес вы видите на экране. Подписывайтесь, жмите на колокольчик и будьте в курсе событий. В студии работал Иван Кудинов. Хорошего вечера и до встречи.